Уважаемый президиум, уважаемые гости, коллеги, как известно, важная роль в развитии мочекаменной болезни принадлежит метаболическим нарушениям, поскольку из-за них может нарушаться химизм мочи, изменятся литогенные свойства мочи и в конце концов именно метаболические нарушения ведут к формированию мочевых камней определенной природы. Повышение литогенности мочи происходит при нарушении экскреции различных веществ и ионов, которые способны влиять на камни образования. В настоящей работе мы попытались проследить связь между интенсивностью воздействия литогенного фактора или факторов и частотой образования мочевых камней различного типа. Для этого мы использовали квартильный анализ данных, который позволяет сравнивать две такие полярные группы, то есть группы с высоким и низким значением каждого показателя, соответственно, это четвертые и первые квартиры, а промежуточные значения попадали во второй и третий квартиры. Оказалось, что чем выше уровень кальциурии, тем чаще формируются оксалатные камни. Это как бы само собой разумеется. Урологи представляют, что кальциурия – это один из основных факторов риска, который приводит к образованию кальциевых камней. Уратные камни встречались при нарастании кальциурии в основном при гипо-кальциурии и нормо-кальциурии. Фосфатные камни одинаково часто встречались при сниженной экскреции кальция и высокой экскреции, а струитные чаще образовывались при низких значениях кальциурии. В терминах расчета относительного риска это выглядело примерно так, что при экскреции кальция выше 6,6 по сравнению с гипо-кальциурии риск формирования оксалатных камней повышался, уратных и струитных снижался, а риск образования фосфатных камней не изменялся. Более детальный анализ, когда степень кальциурии мы аранжировали по определенным группам, этот анализ показал, что кальциурия свыше 5 ммоль в сутки, то есть это тот уровень, который рекомендован в гайдлайнах Европейского общества урологов, уже приводит к повышению частоты оксалатных и кальциевых камней и ведет к снижению частоты формирования уратных камней. Отсюда следует вывод, что гиперкальциурии надо считать величину превышения экскреции кальция выше 5 ммоль в сутки, а не 6,5-7, а иногда и 8, как это иногда делают и придерживаются старых нормативов по старым руководствам, поскольку в последнем случае есть опасность вовремя не диагностировать гиперкальциурию и вовремя не назначить метафилактику, когда у пациента уже имеется повышенный риск камнеобразования. Что касается урикурии, было выяснено, что чем выше уровень урикурии, тем чаще формируются оксалатные камни. Повышенная частота уратных камней наблюдается при норме и гипоурикурии, но не при гиперурикурии, как ожидалось. В свою очередь, фосфатные неинфекционные камни из карбоната апатита при нарастании урикурии их частота снижается. Аструитные камни также в основном образовывались при более низких значениях урикурии. При повышенной экскреции уратов риск формирования оксалатных камней повышался, фосфатных снижался и наблюдались тенденции к повышению риска появления уратных и снижения образования струитных камней. Стоит отметить, что различная степень выраженности урикурии с разной силой влияет на частоту образования уратов. Если сравнивать норму урикурии с гипо, то при этом наблюдается наибольший риск формирования уратных камней. Однако при нарастании гиперуреи, то есть сравнении гиперурикурии с норма урикурии, отмечается отсутствие повышенного риска. Более детально это можно проследить на следующем графике, где также мы ранжировали степень урикурии на несколько фрагментов. Было выяснено, что при нарастании урикурии до верхней границы нормы, то есть это 4,3, согласно гайдландсам по уролитиазу, то возникает постепенное нарастание частоты формирования аксалатных и уратных камней. Однако при превышении этого уровня, то есть гиперурикурия свыше 4,3 примерно, происходит как бы переключение литогенеза на преимущественное образование аксалатных камней и кальциевых камней, и в то же время снижается частота формирования уратных камней. Какие возможны механизмы или причины такого явления, когда наблюдалась высокая повышенная частота встречаемости аксалатных камней при гиперурикурии? Дело в том, что при повышенной экскреции уратов наблюдается повышенная гиперкальциевая урия, и отмечена положительная корреляция между экскрецией кальция и мочевой кислоты, которую отметили и мы, и отмечали другие исследователи. Из литературы, кроме того, известно, что гиперурикурия чаще встречается при аксалатном уролитязи, чем при уратном. Кроме того, известно, что высокие концентрации уратов обладают такой способностью, как ускоряют выпадение кристаллов аксалата натрия из метастабильных растворов и ослабляют ингибиторную активность мочи по отношению к кальцию и аксалату, тем самым провоцируя образование кристаллов аксалата кальция. Какие возможные причины или механизмы более редкой встречаемости уратных камней при урикурии? Дело в том, что в данном случае не обнаружено положительной корреляции между увеличением доли уратного компонента в камнях и степенью урикурии. Это данные литературы, и то же самое мы обнаружили и в нашем исследовании. Более того, согласно данным литературы, у большинства больных с уратным уролитязом, за исключением больных с активных камневыделителей, таких больных в большинстве случаев гиперурикурия не наблюдается. Фосфатурия. Что было определено при сравнении различной степени фосфатурии? Фосфатурия не влияла на частоту выявления уратных камней. Струвидные камни чаще обнаруживались при более низких значениях фосфатурии. С ростом фосфатурии чаще выявлялись аксалатные камни, однако при этом частота фосфатных неинфекционных камней снижалась. И в целом частота выявления кальциевых камней не изменялась при нарастании степени фосфатурии. То есть фосфатурия разнонаправленно влияла на образование кальциевых камней аксалатных или карбонатопатетных. Таким образом, при фосфатурии высокой степени, свыше 33 ммл в сутки, риск формирования аксалатных камней повышался, фосфатных струвидных снижался, а риск образования уратных камней не изменялся. Магниурия не влияла на частоту выявления уратных камней. При нарастании магниурии мы это не обнаружили. Струвидные камни, так же как и при фосфатурии, чаще наблюдались при низких значениях магниурии. И аналогично фосфатурии, экскреция магния вызвала повышение частоты аксалатных камней при снижении частоты выявления фосфатных камней. Но в целом образование кальциевых камней, то есть кальция аксалатных камней смешанного типа, при магниурии не изменялось. То есть магниурия, так же и фосфатурия, примерно так же влияла на образование кальциевых камней разного типа. То есть разнонаправленно усиливая образование одних и снижая образование других. Если рассчитать относительные риски, то высокая степень магниурии, повышенная экскреция, она сопровождалась повышением риска образования аксалатных камней, снижением риска формирования фосфатных и струвитных и не влияла на образование уратных камней. Стоит отметить, что риск образования аксалатных камней возрастал только при значительно повышенной магниурии по сравнению с нормой магниурии. Какие причины или механизмы могут быть или лежать в основе такого явления? То есть более частого выявления аксалатных камней при высокой магниурии. Известно, что магниурия способствует образованию брушитных нуклеусов, то есть центров зарождения микрокристаллов, которые могут спровоцировать и запустить аксалатный литогенез, то есть кальциоаксалатное кристаллообразование. Кроме того, магниурии сопутствует к гиперкальциурея, и обнаружена положительная корреляция между экскрецией магния и экскрецией кальция. От такой корреляции отмечали мы и другие исследователи. Но самое интересное, что, согласно данным литературы, у большинства пациентов с аксалатным уролитиазом понижена экскреция магния отсутствует, то есть не наблюдается гипомагниурия. Примерно в 11%, от 4,5% до 11% случаев таких больных не наблюдалось гипомагниурия. Поэтому высокая экскреция магния, может быть, не сама по себе, а путем того, что активирует некие процессы, и экскрецию, и увеличение концентрации мочи других факторов риска, может привести к тому, что увеличивается образование аксалатных камней. И действительно, мы обнаружили, что при высокой магниурии обычно происходит снижение ПОАЖ мочи, растущая гиперкальциурия, и наблюдается гиперурикурия, которая, как уже было сказано, обладает способностью увеличивать образование аксалатных и аксалатно-кальциевых камней при повышенной концентрации. Наши данные в некотором роде согласуются с результатами работ по клиническому применению препаратов магния, которые использовались с целью повышения его экскреции и снижения риска рецидивирования аксалатных кальциевых камней. Однако результаты рандомизированных контролируемых исследований с наблюдением в несколько лет показали, что отсутствуют убедительные данные, позволяющие рекомендовать препараты магния в качестве монотерапии для предупреждения образования камней из кальциевых салат. Какие возможные причины могут привести и, по нашим данным, как мы считаем, могут вызывать усиление карбонатопатитного и струбитного литогеназа при низкой экскреции магния? Дело в том, что обнаружена обратная корреляция между ПАШ мочей и экскрецией магния, что при низкой экскреции магния приводит к защелачиванию мочи и тем самым создаются все условия для образования камней из карбонатопатита и струбита. Заключая сказанное, можно сказать, что вероятность образования камня определяется не только силой, но и направленностью метаболического фактора риска. Причем отмечена разнонаправленность такого действия. Например, риск образования камней одного типа может увеличиваться, а других снижаться. Поэтому при выборе тактики противорецидивного лечения мочекаменной болезни необходимо учитывать эти особенности литогенного действия каждого из исследуемых нам факторов. Это, в свою очередь, может улучшить диагностику и оценить риск формирования камня того или иного состава и тем самым спрогнозировать вероятность развития мочекаменной болезни в конкретной метаболической форме. Спасибо за внимание.